ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первым побывал наш корреспондент Антон Степаненко. Это флаг 128-й горно-пехотной бригады, которая стояла здесь. Героически защищала нас от нас самих. Зачем им с нами, если нужно сбежать самому? Девальцевский котел тает стремительно, причем настолько, что части Донецкой армии не успевают порой преследовать отступающего противника. Список освобожденных от киевских войск поселков увеличивается каждый день. Ольховатка, Камышатка, Малоорловка, а теперь и Новоорловка. Части вооруженных сил Украины откатываются от южных рубежей котла, оставляя без боя целые укрепрайоны, как, например, в Новоорловке. Это помещение украинские солдаты использовали в качестве казармы. Вот здесь спальные места, в центре импровизированная столовая. О том, что они уходили в спешке, свидетельствует начищенная картошка. Ее даже сварить не успели. Офицеры Донецкой армии осматривают позиции противника. Удивление не скрывают. Производит впечатление молодушия украинской армии. Иметь такой серьезный укрепрайон и просто бросить все, уйти, убежать. А копы в линдаже, пулеметные гнезда, даже капонеры для бронетехники. На десятках метров целый укрепрайон. Он прикрывал въезд в село Малоорловка. А по периметру, чтобы не прошла бронетехника, еще и обложились противотанковыми минами. Их хотя бы видно. А вот противопехотных минловушек, да и просто растяжек, украинские войска хоть и торопились, но разбросали повсюду. Дальше мы без саперов не пойдем. Хорошо оборудовано по всем законам инженерного искусства. Что, растяжка была? Да. Где? В линдаже? Да, в линдаже. На входе? Нет, в углу стояла. И вот эта была примотана. Примотан пластид для усиления поражающего эффекта. Саперы работают с утра до вечера, и их не хватает. Сюрприз может поджидать повсюду. А что это? Мина ОЗМ-72. Выпрыгивающая мина. Давайте отойдем. Обезвреживают ее на месте. У нас заведена была? Да, у меня есть сейсмический датчик. То есть она может тебя подпустить и потом подорвать. Особенность Малоорловки в том, что укрепрайон на въезде лишь часть эшелонированной системы обороны. На расстоянии всего лишь километра еще одни, не менее серьезные позиции. Шахта Янакиевская сама по себе сложный для ведения боевых действий объект. Никаких специальных сооружений украинская группировка, которая базировалась здесь, не строила. Оборону здесь можно было бы держать очень и очень долго. Но украинские солдаты ушли с шахты Янакиевской сами. А перед отходом подорвали часть зданий, чтобы труднее было возобновить работу. Ведь уголь до войны шахта выдавала. Вот пирамиды со 120-миллиметровыми минами, груды выстрелов гранатометом, кучи патронов в ящиках и россыпью. Остальные трофеи ополченцы уже пустили в дело. А воевать бывшая группировка, попавшая в Дебальцевский капкан, судя по всему, не очень-то и хочет. Из относительно крупных населенных пунктов у них под контролем остается лишь поселок Ильинка в центре котла. Поняв, что организованно пробиться к своим не получится, солдаты мелкими группами стараются просачиваться сквозь блокирующие их части ополченцев. Антитеррористическая операция против сепаратистов, как именует войну, Киев, на пользу украинской армии не идет. Добровольщий батальон Донбасс. И внизу, Юра, сепаратизм шкедливый для вашего здоровья. Шкедливый означает вреден. Для их здоровья он очень был шкедливый. Антон Степаненко, Артем Григориан, Виталий Мельниченко. Первый канал. Дебальцевский фронт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова